Объятия и слёзы радости. Мьенманцы встречают в Янгоне автобус с помилованными заключёнными. Военная хунта объявила, что освободит более двух тысяч человек, отбывающих наказание в тюрьмах, в их числе журналист и множество политических диссидентов. При этом Ассоциация помощи политическим заключённым сообщает, что у большинства помилованных тюремный срок подходил к концу. По данным организации, в местах лишения свободы остаются ещё тысячи политзаключённых. Мьенманские военные захватили власть в феврале 2021 года. Причиной стало их недовольство результатами парламентских выборов. Они посчитали, что заняли слишком мало депутатских мест из-за фальсификации. Против госпереворота выступили десятки тысяч граждан Мьянмы. Военные власти начали подавление мирных протестов. Ассоциация помощи политическим заключённым подсчитала, что было убито 3500 протестующих и не менее 17 тысяч отправили в тюрьмы. Военные также арестовали госсоветника и главу МИД Мьянмы Аун Сан Суджи. Её обвинили в многочисленных преступлениях и приговорили к 33 годам заключения. В число помилованных она не попала. Впрочем, пока неизвестно, что ждёт и освобождённых. Их предупредили, что за повторные протесты против военных властей снова последует наказание. Причём неотбытый сейчас срок добавят к новому. Помилование заключённых в Мьянме – обычная практика. Её приурочивают к важным буддийским праздникам. Так, в июле 2021 года были освобождены почти 2300 человек.